В эфире новости Карелии. Здравствуйте! В студии Наталья Ильина. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях этого дня. Подсказываем органам исполнительной власти, как все это делать так, чтобы лица вернулись к нормальной человеческой жизни и никогда больше не приступали к закону. Представители министерств и ведомств Карелии побывали на необычной экскурсии в исправительной колонии номер 9. Проблематика в чем? В том, чтобы дать адекватное предложение для молодежи. Билет в культуру, чего удалось добиться благодаря проекту «Пушкинская карта» и к чему стоит стремиться в дальнейшем, обсудили в Карельском парламенте. Мы очень любим участвовать в конкурсах. Это нас очень сплачивает, объединяет, делает нас еще более дружными. В Доме дружбы народов наградили призеров и победителей творческих конкурсов, приуроченных к Году семьи. В Лохском районе перекрыли размытые участки трасс. Об этом сообщило Управление автомобильных дорог Карелии. Последствия размывов устраняют сотрудники Лохского ДРСУ. Дороги подтопило на участках Чупа, Платина, Чкаловский и Кестинга, Зашейк. Узнать информацию по открытию движения можно в диспетчерской службе УПР «Автодора» по телефону 59 99 89. Похожая ситуация и в Каливальском районе. Помимо этого, глава администрации Кондопурского района Дмитрий Зацепин на своей странице в соцсети сообщил, что из-за паводков жителям города и района рекомендовано воздержаться от поездок в СНТ и дачные кооперативы. Напомним, что со 2 мая на территории района введен режим повышенной готовности из-за потопления дорог и дач в период паводка. Представители министерств и ведомств Карелии побывали на необычной экскурсии. Они своими глазами увидели, как живут люди за колючей проволокой. Посетителей принимала исправительная колония номер 9 в Петрозаводске. Зачем чиновникам понадобилось подробно узнать о жизни заключенных, знает Анжела Дробышевская. Прежде чем отправить гостей на экскурсию непосредственно за решетку, представители девятки собрались с ними на совещание. Тема обсуждения – пробация. Это совокупность мер по социальной адаптации и реабилитации осужденных. Она касается и тех, кто сейчас отбывает наказание, и тех, кто готовится выйти на свободу. Основная категория, на которую надо обратить внимание в рамках реализации этого федерального закона пробации, это те лица, которые длительное время пребывают в местах лишения свободы. Потому что они долгое время находятся в изоляции от социума. И понятно, что их надо реализировать и реинтегрировать в здоровое правовое общество. Закон о пробации «Молот» вступил в силу 1 января этого года. Однако Карельская служба исполнения наказаний знакома со многими инструментами пробации давно. Например, все лица, находящиеся в местах лишения свободы и не достигшие 30 лет, учатся в обязательном порядке. Школа у нас работает, школа у нас хорошая. Я считаю, что она со своими задачами справляется в полном объеме. Охват у нас стопроцентный. Более того, у нас достаточное количество граждан, которые обучаются по собственному желанию. И школа здесь нам идет навстречу. Ряд вопросов области образования все равно есть. Например, как обучать тех, кто содержится в исправительных центрах. Что касается здравоохранения, то нужно подумать о том, как освободившимся проходить медкомиссию перед трудоустройством, как сопровождать после отбывания наказания лиц с такими заболеваниями, как ВИЧ и гепатит. Есть вопросы и к другим ведомствам. Бывшим заключенным иногда некуда пойти жить на свободе. Или сложно получить паспорт. Главная задача – вернуть человека во все сферы здорового общества. Прежде всего, в экономическую. Квалифицированную рабочую силу на «девятке» готовят давно. Одно из самых востребованных направлений сферы – камнеобработки. Участникам дискуссии и экскурсии показали, как трудятся заключенные в одном из цехов. Показали гостям колонии не только малую часть производства, на котором работают осужденные. Быт за решеткой – тоже не секрет. Есть комната психологической разгрузки и даже своя миниатюрная телестудия. Провели в столовую и дали отведать всем желающим блюда из нынешнего меню. Гордостью «девятки» можно назвать школу. Здесь получают не только среднее образование, но и обучают 15-ти востребованным на рынке труда специальностям. Быт осужденных нельзя назвать максимально строгим. Созданы все условия для нормального отбывания наказания. О том, как исполняется пробация, следят и надзорные органы. Прокуратура обращает внимание на необходимость человека – трудоустроить, вылечить, обучить, предоставить ему жилье. В настоящее время обращение от осужденных не поступало. В силу того, что пока не такое же большое количество, либо, скажем так, обратилось за реализацией их прав в принципе данным законом, пока я не могу свидеться о том, что есть какие-то массовые нарушения закона существенные, которые бы требовали серьезного прокурорского реагирования. Пока мы смотрим, поправляем, консультируем и подсказываем органам исполнительной власти, как все это делать так, чтобы лица вернулись к нормальной человеческой жизни и никогда больше не приступали к закону. На сегодняшний день с заявлением об оказании различной помощи в рамках пробации обратились 85 осужденных. 35 из них нужно содействие в трудоустройстве, 9 нуждаются в психологической помощи, 1 в помощи врача-нарколога, 20 в социально-правовой. Анжела Дробышевская, Максим Зверев, Служба новостей. В Петрозаводске прошла вторая стратегическая сессия, посвященная социально-экономическому развитию Кемско-Беломорской агломерации. Напомним, работа над программой началась в феврале в соответствии с поручением президента России. В работе стратегической сессии приняли участие специалисты и эксперты научного сообщества, деловых объединений, органов государственной власти и местного самоуправления. Они рассказали о нынешнем состоянии территории и о путях ее развития в экономической, социальной и туристической сферах. Профессиональным кругом мы обсудим сегодня все планы и задачи, которые форматом проекта «Разработанные концепции» предусмотрены. И по итогу этой работы сформируем некий перечень потенциально приоритетных проектов, которые лягут в основу формирования перечня поручений президента, на которые мы ориентируемся в июле месяце. Соответствующую задачу мы должны на площадке администрации президента презентовать. Основные направления развития территорий, агломерации, строительство портов в Беломорске, реконструкция аэродрома, добыча природных ископаемых, размещение форпоста армейского корпуса и создание курортов на Беломорье. Встреча прошла в формате интерактивной командной работы. Каждая группа решала свой блок задач. Конечным результатом станет утвержденный распоряжением правительства России комплексный план социально-экономического развития опорных населенных пунктов Кеми и Беломорска до 2035 года. За прошлый год, благодаря публикациям карельских СМИ, региональная прокуратура выявила более 400 нарушений действующего законодательства. Об этом на встречу с журналистами рассказал прокурор республики Дмитрий Харченков. Ее участником стал наш корреспондент Егор Буяла. 250 нарушений законодательства удалось выявить карельской прокуратуре за 4 месяца текущего года благодаря внимательности карельских СМИ. Около 100 мер прокурорского реагирования уже принято. По словам Дмитрия Харченкова, публикации журналистов позволяют прокурорам работать на опережение. Процесс между допущенным нарушением и восстанавливанием прав сокращается путем, опять же, работы по тем публикациям, которые мы видим. Мы это очень внимательно изучаем, ценим. И за это, конечно, мы средством массовой информации, кто добросовестно, не скажа информацию, излагает такие факты, конечно, для нас это большое подспорье в нашей работе. 30% выявленных за этот год нарушений связаны со сферой ЖКХ. Да, высокий показатель, характерный для республики. На втором месте вопросы защиты прав несовершеннолетних, будь они жертвами противоправных деяний или их вершителями. Тоже острая проблема, однако благодаря единому плану борьбы с подростковой преступностью, разработанному правительством Карелии, уже второй год в регионе наблюдается ее снижение. Мы уже не лидеры ЕНИНА личные, как раньше это было. Есть уже регионы, где ситуация более тяжелая, чем у нас. Вот поэтому, в принципе, та работа, которая в республике проводится, в том числе с нашим участием, иногда даже под нашим непосредственным контролем, она дает результаты. Прокурор также ответил на вопросы журналистов, в том числе касающихся содействия прокуратуры в оперативном предоставлении СМИ информации о выявленных правонарушениях. Дмитрий Харченков заявил, что ведомство всегда готово к сотрудничеству, но в ответ ожидает от журналистов ответственного отношения ко всем установленным законодательством требованиям при размещении публикаций. Более полутора тысяч жителей Карелии заключили социальный контракт в 2023 году. На заседании Парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике депутаты обсудили реализацию программы по предоставлению данной меры поддержки. Как сообщил заместитель министра социальной защиты Карелии Алексей Дитков, в республике помощь предоставляется за счет федерального и регионального бюджетов. Общий объем средств на соцконтракты в 2024 году составил 114 миллионов рублей. В 2025 году на эти цели выделят 133 миллиона рублей. Направление социального контракта – это прежде всего поиск работы, это открытие индивидуального хозяйства, это помощь в организации собственного дела, то есть предпринимательской деятельности. Ну и еще одно дополнительное направление – это помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В числе востребованных направлений у предпринимателей, заключивших соцконтракт, автосервис, кондитерский, мини-кафе, домашняя выпечка, индустрия красоты, грузоперевозки, ремонтно-отделочные работы. При этом жители республики практически не обращаются за помощью для ведения личного подсобного хозяйства. Подать заявление для заключения социального контракта можно в Центре социальной работы Республики Карелия. Жители и гости Карелии смогут понаблюдать за работой скульпторов вживую. 11-классники приняли участие в генеральной репетиции ЕГЭ, а в Петрозаводске состоится большой спортивный праздник. Об этом и не только расскажем в нашей рубрике «Коротко». Жители Карелии могут обменять накопившуюся мелочь. В регионах страны проходит акция «Монетная неделя». Обычно за такую услугу в банках взимают комиссию, а в рамках акции это можно сделать бесплатно. В Карелии прошла генеральная репетиция ЕГЭ. Тренировочный экзамен сдали около 3 тысяч 11-классников. По итогам мероприятий все готово к проведению основного этапа, который стартует 23 мая. Стартовал отборочный этап вторых всероссийских соревнований по медиа-аналитике. Индивидуальные участники и команды могут подать заявку на сайте MediaHakaton.RF до 27 мая включительно. С 18 по 24 мая в Петрозаводске пройдет первый всероссийский симпозиум скульпторов в рамках международного форума выставки «Карелфорум». В ходе мероприятия мастера из разных городов России будут создавать фигуры из камня. 19 мая в Петрозаводске состоится большой спортивный праздник. В карельской столице пройдут старты соревнований за бег РФ и российский азимут. Сотни сторонников здорового образа жизни и любителей бега соберутся на набережной Онежского озера, чтобы испытать свои силы на разных дистанциях. На 21,5 миллион рублей обогатились карельские учреждения культуры в минувшем году благодаря проекту «Пушкинская карта». Бесплатные киносеансы, театральные представления, выставки и мастер-классы. Карта дает ее держателям уникальные возможности. Однако не всегда молодежь откликается на предложение музеев, театров и библиотек Карелии провести свой досуг в их компании. В чем проблема, разбиралась Анастасия Мячина. Сегодня в Карелии работают 153 учреждения культуры. Из них в программе «Пушкинская карта» подключены менее третьи – 49. Министр культуры на заседании профильного комитета рассказал народным избранникам о том, что до конца года к этому числу присоединятся еще 15. План реальный. Больше сложностей возникает с привлечением целевой аудитории. Сегодня в Карелии выдано 27 тысяч карт. Ими владеют чуть больше половины молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. В планах у нашего Минкульта увеличить долю подростков и молодежи, оформивших карту до 90%. Заинтересовать посещение учреждений культуры по «Пушкинской карте». Задачка повышенной сложности. Проблематика в чем? В том, чтобы дать адекватное предложение для молодежи. Она действительно очень требовательна с точки зрения форматов предоставления услуг, тех новых способов работы с ними. Очень сложный вопрос, скажем так, сориентироваться на эту аудиторию, потому что там действительно нужно определенный слом иметь наработанных стереотипов, потому что это требуется. И поэтому мы сейчас вот эти лучшие практики работы с «Пушкинской картой» все-таки объединяем. Благодаря «Пушкинской карте» молодежь из регионов получает равные возможности с жителями столиц и посещает самые разные мероприятия по всей стране. И для карельских учреждений культуры это тоже проблема. «В основном карты используют в летний период времени. То есть есть возможность у ребят и студентов выезжать из Карелии, например, в Санкт-Петербург, Москву, где больше на самом деле выбора, куда можно использовать пушкинскую карту». Еще одним проблемным моментом специалисты называют отсутствие у потенциальных пользователей «Пушкинской карты» регистрации на сайте госуслуг или сложности с ее оформлением и подтверждением учетной записи. Впрочем, многие карельские школьники и студенты не видят здесь камня преткновения. «У меня есть пушкинская карта. Это вообще отличный вариант, чтобы ходить в музеи, в кинотеатры. Мы с классом ходили недавно буквально. И также я ходила на оперу Евгения Онегин». «Я всем советую иметь пушкинскую карту, потому что это очень удобно и ее очень легко оформить». Карельские депутаты пообещали активно включиться в работу и привлечь к участию в проекте «Пушкинская карта» как можно больше молодежи. Дать возможность районным учреждениям, которые сегодня не у дел, начать привлекать к себе федеральные средства. С 20 по 26 мая Карелия примет участие во всероссийской акции «Неделя пушкинской карты». Совсем скоро афиша появится на сайтах культурных учреждений вашего города или поселка. Присмотреться к предложенному ассортименту и сходить на мероприятия бесплатно, советуют Анастасия Мячина, Сергей Беляев, Дмитрий Усиченко, Служба новостей. В Доме дружбы народов подвели итоги творческих конкурсов «Семейный песенный хоровод» и «Родом из семьи». Участники – более ста человек из разных районов Карелии от мала до велика. Церемония награждения прошла в Международный день семьи с песнями и стихами в исполнении победителей и призеров. Церемонию награждения открыл творческий коллектив детского сада номер 30 «Наста». Победители в одной из номинации исполнили для гостей народную песню «Уголок России». А Марина и Павел Толошиновы и их пятеро детей были удостоены награды в категории «Гимн семьи». Мы очень любим участвовать в конкурсах. Это нас очень сплачивает, объединяет, делает нас еще более дружными. Наш гимн придумала Марина. Собираемся и поем. У нас еще бабушка с дедушкой знают этот гимн все вместе. Поем. В конкурсе «Родом из семьи» приняли участие 38 семей. Свои стихотворения на сцене читали разные поколения – родители, дети, бабушки, дедушки и внуки. Семьи приехали из разных уголков Карелии. Это жители Пряжи, Оланецкого района, Повенца, Пудажа, Сегежи, поселка Кварцитный. Напомним, президент России Владимир Путин объявил 2024 годом семьи в России. Дарья Лопухина, Дмитрий Вилинин, Служба новостей. В село Вирма Беломурского района навестил необычный гость. Как сообщил автор видео, тюлень гонялся за рыбой и устал. Животное забралось на причал, чтобы отдохнуть и погреться на солнышке. И это все новости, о которых мы успели рассказать. С вами была Наталья Ильина. До встречи.